Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. В капроновых носочках после примерки туфелек Севка у мамки по квартире так и шлындает, так и шлындает. Он же боялся влезть в лужу, говорил, что не будет разуваться, будет теперь постоянно у нее ходить в обуви. А тут вдруг ни с того ни с сего скинул обувку и ходит, показывает зрителям. Да, посмотрите, обратите внимание, в чем он ходит, в женских носочках капроновых. Как бы Севка не отрицал, но ведь это очевидно, он прям таки кайфанул от покупок и примерок. Все эти платьица, да колготочки, да туфельки и парики, такой вызвали в нем восторг. Уж он крутился в них, крутился, вертелся, вертелся. Ну красота ведь и только, ну прям глаз отвести от себя не может. Как он однажды сказал, боже, какой же я красавчик. Прям сам бы себя поимел, если кто-то не знал, да, он именно так и сказал. Такой он офигенный, что сам от себя обалдеет. И вот когда он купил эти все платьицы и туфельки, прям очень отчетливо было заметно, как ему все это нравится. Если бы можно было, если бы у него хватало смелости, он бы так в этом и лазил бы, даже по городу. Ну а так, знаете, как-то все-таки быть одним единственным по факту городским сумасшедшим, ему как-то не улыбается. А вот если бы где-то, где таких несколько, ну как можно больше, тогда уж он точно себе бы в этой радости не отказал. Итак, Севка у мамки притащил посылки. Оу, наконец-то пришла долгожданная посылка. Давно не было, сказала баба Таня. Надо ей показать Севке на видео, как он молился посылкам. Когда ему стали присылать, вот он только открыл канал, и эти посылки полетели буквально со всех сторон света. И как-то зрители стали у Севки в комментариях спрашивать, а с какой стати вам присылают эти посылки. Ну и он снял такое, достаточно оригинальное, я бы сказала, шуточное видео, почему ему присылают. Там он молился богине посылок, в общем, придуривался. Прикольное было видео, мне понравилось. Вот он объяснял, что надо молиться. Вот пусть он поставит бабе Тане этот ролик, пусть она посмотрит, возьмет пример. И надо ставить ей эти коробки пустые, и пусть она начинает молиться богу посылок. Может быть, еще пришлют что-нибудь, а то прям страдает. Давно не было посылок. А посылки с прокладками не в счет? Она надеется, что в этой будет чем поживиться. Пустые надежды. Севка раскрыл посылку, он сам еще толком не понял, что это, от кого это. Вытащил он из посылки один пакет, который лежал сверху, кинул на кровать, и баба Таня сразу впилась в него зубами. Она скорее спешила его развязать, посмотреть, что в нем. А вдруг что-то интересненькое, а вдруг что-то прислали ей. Бедная баба Таня. Последний хрен без соли доела. Поначалу она, когда к Севке переехала, как в сказку попала, вот эта халява повалилась на нее, как из рога изобилия. И она в самом начале испытывала от нее такой щенячий восторг. Может, поэтому она и писаться начала. Потом, конечно, это все приелось и даже в какой-то степени ей надоело. И она даже стала покрикивать на зрителей и говорила, «Не надо ничего присылать. Смотрите, сколько вы прислали барахла. Оно нам никуда не годится. Мы уж продаем, 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 продаем и продать не можем». А то, что благодаря этому барахлу у нее в кубышке денег становится все больше и больше, и именно в валюте наторговали на 5000 долларов. Об этом, конечно, глупая баба Таня даже не подумала. И потом добавила, «Если хотите присылать что-то нам, деньги шлите». Нормальная такая заявочка. Зрители выслушали, сделали правильные выводы и вообще перестали присылать посылки. Теперь даже если приходят они, ну, знаете так, от случая к случаю. Может быть, это присылают те зрители, которые не слышали, что велела баба Тане присылать только деньги. Ну, и присылают что? Ну, в основном ей присылают прокладки. Севки нет-нет, продукты перепадают. Ну, это баба Таню уже не интересует, так как ей от этого ничего не перепадает. И вот, пожалуйста, заскучала она за подарочками. Слава Богу, прислали. Севка притащил, как я уже сказала, эту посылку к маме. Та ему с порога. «Будешь, яички вареные!» Ну, когда она уже поймет, что надоели ему эти вареные яйца. Он даже ради контента не хочет их в себя впихивать. Говорит, я в ресторане поел. «А-а-а-а-а-а!» Какая была милая картина. Только она и он. Шикарный стол, шикарный ресторан. Она надевала свое самое красивое платьюшко, которое ей присылали в то время щедрые зрители. Тупые, как она называет теперь. И они сидели и вкушали такие, знаете, всякие вкусности. Но теперь эти времена остались в прошлом. Ира вот недавно приезжала. Пошли в ресторан. А бабе Тане велели остаться дома. Потому что у Ирочки несварение желудка случилось бы от того, что пришлось бы сидеть за одним столом с маменькой, от которой несет за версту. Ее и не взяли поэтому. Посылку прислал мужчина, с которым Самвел познакомился в ТикТок. Этот мужчина занимается оптовой продажей вообще всего. Вот он так и говорил. Я могу в любую точку мира отправить любой товар. Но только оптом. Ну вот для Севки сделал исключение. Севка говорит, боже, когда он уже заглянул и увидел, что там. Какая красота. Название всевозможных известных брендов. Но это то, что Севочка и Коленька очень любят. Своим они впаривают говностайл. Простите, оговорилась. Джинса. Расшифровка. Гранде никто из Самвелов. Опять оговорилась. Не никто, конечно. Ну разве Гранде может быть никем? Конечно, Нико. Гранде Нико. Севка уже все трусы, все носки от этого, от Лакосты до Хьюга Босса пересмотрел, перенюхал. Уже прям, ой, боже, какая красота. Он чуть слюной не зашел. А Баба Таня в это время все продолжает воевать с этим пакетом. Да. Старый конь борозды не портит. Ну и глубоко не пашет. Баба Таня, конечно, уже не та. Раньше она эту посылку, вот еще пока летел пакет до кровати, она уже его отсканировала бы и взглядом вскрыла. А сейчас об слюня вела туда-сюда и лозит, но открыть так и не смогла. Севка уже взял нож, а самой встать и сходить за ножом. Лень матушка, вот эта вот тыква на грядке, она уже такое ощущение, что корни пустила в кровать. Рассказывает Севке. Надо было сходить за зеленью, но пошел дождь, а у меня обувь раскисает. Ну да. И потом Зина поехала и привезла все необходимое. Ну да. У бабы Тани, конечно, обувь плохая, она раскисает. А у Зины нет, у Зины ничего не раскисает. У Зины обувь совсем другая. Хорошо, что есть такая удобная прислуг подруга под рукой, когда можно позанять, сказать, мне нужна зелень срочно, а на улице дождик, пойти не могу. И Зина прыг, съездила туда, приехала обратно, поднялась на пятый этаж и доставила бабе Тане все, что ей необходимо. А организовать матери вот эту вот доставку сынок не может? Обязательно нужно напрягать Зину ради этого. А, ну да, он же ей уже сколько денег отвалил на эти зубы. Поэтому ничего страшного, если Зина в дождь, хотя Зина говорила, я не хожу в дождь, не могу. У меня проблема с ногой, поэтому в такую погоду не хожу. А тут, видите, пришлось засунуть гордость свою и то, что может или не может поглубже, и идти, потому что она получила деньги. Теперь Зина чувствует себя обязанной и будет дальше бегать, как девочка на побегушках. Вспорол с Евкой этот пакетик, с которым мамка не справилась, а в нем фирменные футболки. Прада, Дольче Габбана. Не хотел он мерить, но не смог себе отказать в возможности сверкнуть голым торсом. Жаловался он в ТикТок зрителям. Вот, вы говорите, я худой, худой. Ой, вон, посмотрите. А он, правда, в этих платьях, которые примерял, такой какой-то пузатый, толстый. И говорит, видите, брюхо какое висит. Худею-худею, а жира еще много. И крутится он перед зеркалом, значит, полуобнаженный. Не люблю я эту его обнаженку, честно признаюсь. Ну вот, человек и сам замечает, что выглядит как-то не очень. И все равно продолжает крутиться. И лицо его не нравится, ему же не нравится. Говорит, да, ребята. Так смотрит на себя критично со стороны. Не высыпаюсь. ТикТок высасывает все силы. И, конечно же, то, что он не высыпается, это сразу отражается на лице. Я смотрю, у него опять появились глубокие морщины. Действие ботокса проходит. И образ жизни ускоряет этот процесс. Ну так кто ему доктор? Он прекрасно понимает, что всех денег он не заработает. Но все равно продолжает. Вот он не думает о том, что сейчас он губит здоровье ради заработка. А потом все деньги, которые заработает, он спустит для того, чтобы восстановить здоровье. Ум есть. Но овчинка выделки стоит. Баланс должен быть во всем. Ну, Севка про ТикТок даже не упомянул. Он считает, что ТикТок здесь вообще ни при чем. То, что он не спит ночами именно из-за ТикТока. Он, знаете, как будто даже ТикТока и не существует. Он все свалил на репетиции. Вот эти репетиции. Тут же, конечно, не упустил возможность накинуть на себя пуха. Говорит, из моей второстепенной, такой простой, пустячной роли сделали чуть ли не главную. Он последние дни, когда в театре на репетиции, он в ТикТок уже не выходит. Но он понял, что в ТикТоке жизнь ночная. Днем смысла особого там сидеть нет. Поэтому сейчас смело можно выпендриться и сказать, ой, такая сложная роль досталась. Некогда даже выйти в батлы поиграть. Говорит, я в свой образ этой новой роли вложу образ всех падших женщин, развратных секретуток. Ну, все понятно. Севка будет играть сам себя. Ну, кое-что возьмет на заметку из жизни матери. И погнали. Ой, с таким удовольствием крутился он перед всеми, с кем играл в этом платье, парике, в колготках. Бегал, переодевался постоянно с этими туфлями на каблуках. Ну, только одна Алиса стерла с его лица самодовольную улыбку, сказав, ну, Самвел, нет. Это не моя тема. Роль ролью, но смотреть на мужика в женской одежде не то пальто. И Севка как-то тут же скукожился, залепетал. Да, это и мне не по душе. Ну, надо, надо. Это же моя роль. Ну, роль, роль, репетирую, ради бога. Что ж ты перед людьми-то скачешь в этом виде? И он тут же пошел переодеваться. Вот если бы она поддержала, как Алла. Ой, как восторгалась. А я люблю. Мне так нравится, когда мужчина одевает женскую одежду. Ну, он бы перед Алисой тоже крутил бы хвост. Ну, Алиса это Алиса, Алла это Алла. Может быть, поэтому Севка как-то к Алисе и относится по-другому. Потому что она ему спуска не дает. И она четко знает, если ей что-то не нравится, она об этом говорит прямо. И Севка, надо сказать, как-то пасует все-таки перед нею. Вот такой вот была моя первая часть обзора. Надолго я с вами не прощаюсь. Очень скоро увидимся во второй. Всем пока!